Сбергосподдержка включает субсидированные сертификации сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Мы надеемся, что все эти усилия приведут к признанию России страной, свободной от заразных болезней животных. Это будет способствовать повышению доверия к нашей продукции со стороны, стран импортеров и открытию доступа на зарубежные рынки. Четвертое направление нашего проекта – это создание системы продвижения продукции Аккакана внешних рынков. В рамках этой работы планируется создать единую отраслевую систему бронтирования и защиты от отечественных продукций агропромышленного комплекса. Также будет реализован комплекс мер, направленных на маркетинговые мероприятия, которые позволят повысить узнаваемость российской продукции, повысить ее добавленную стоимость и создадут дополнительные ценности, отвечающие трендам потребительского поведения, включивых страны депутата российских продукций. Минселькоза в России предусмотрена развитие сети профессиональных представителей за рубежом. Это «Атташеба БК» в количестве не менее 50 специалистов в 21-м году. Кроме того, у нас есть целевые стратегии продвижения продуктовых групп под зонечными брендами, организации бизнес-миссий, специализированных дегустационно-демонстрационных мероприятий. Как вы видите, у нас достаточно масштабная цель и большие планы по ее выполнению. В этой работе мы надеемся на поддержку как участников российского рынка БК, так и на поддержку наших иностранных коллег и бизнес-сообществ. Хотел бы привести несколько примеров. Мы рассматриваем Японию как надежного партнера, с которым можно вести полноформатный конструктивный диалог, основанный на долине. Россия считает японский рынок одним из самых перспективных на азиатском направлении. Надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество и отдельно благодарю за согласие стать страной-партнером ключевого аграрного мероприятия России в Истоке-Антарусе. Венгрия. Одна из немногих стран в Европе, с кем продолжается активное сотрудничество, несмотря на введенные ограничения. Растет товарооборот и господрукции. В регионах России уже успешно реализуются проекты с участием венгерской страны. Надеемся также на расширение сотрудничества. Несмотря на то, что сельское хозяйство традиционно является одним из важнейших направлений российско-катарского сотрудничества, текущий объем, торговли, пока не соответствует тому, имеющемуся потенциалу, который есть. И мы считаем, что нам есть здесь над чем работать. Потенциал взаимной торговли сельхозпродукцией между Россией и Нигерией также далеко не исчерпан с существующим объемом и структурой взаимной торговли. Нигерийский рынок для нас крайне важен, и мы заинтересованы в расширении взаимных поставок. Дорожаемые коллеги, растет наш товарооборот с Турцией. Мы готовы продолжать сотрудничество в конструктивном, заводном и выгодном ключе. Я еще раз хочу поблагодарить все зарубежные делегации за интерес к российскому сельскому хозяйству. Мы открыты для конструктивного диалога со всеми и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Благодарю еще раз за участие в форуме и выставке «Золотая осень» наших подчетных гостей. Делегатам желаю интересных программ и полезных подробностей. Спасибо большое. Я думаю, что это сущение, которые находятся в зале. Мы сейчас сказали о новых субсидиях на создание структуры поезд.